Всем привет, меня зовут Полина Юшкова и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю ролик о моих покупках с Wildberries. Но причем все эти покупки были сделаны не совсем недавно, а я собрала целую подборку из вещей, которыми я пользуюсь уже либо давно, либо совсем недавно. Но они запали мне в душу и я считаю реально их полезными. Тут будет очень много вещей для дома. Я надеюсь, вы найдете что-то полезное для себя тоже. И обязательно не забывайте ставить лайк под этим роликом, если хоть что-то вам приглянется. Да и просто за хороший ролик. Спасибо. И первое, что я вам покажу, это набор многоразовых стеклянных трубочек. Очень красиво смотрится на фотографиях. Я как блогер, ценитель вот такой эстетики, прям ставлю большой лайк. И у меня в наборе вот шел такой мешочек с вот такой щеточкой, которой можно прочищать свои трубочки. Звучит странно, но ладно. И, кстати, надо упомянуть, что все артикулы этих товаров будут в описании ролика. А что вообще говорить о трубочках? Хорошие. Дальше идет бутылка, которую я постоянно встречала в Пинтерест. И я просто мечтала себе такую купить. И вот я ее нашла. Здесь с двух сторон обозначено, так сказать, время, до которого ты должен выпить определенное количество воды. Вот тут есть утро и пьем день. Мне очень нравится. Она довольно удобная, но я потом вам покажу еще другую бутылку, которую я заказала для тренировок. Хотя я, может быть, буду и с ней ходить. То есть у нее просто вот такое горлышко обычное. Но пить из нее достаточно комфортно. Далее идет настольное золотое зеркало. Очень красиво смотрится в моей бьюти-зоне. Я, кстати, все планировала снять рум-тур, потом заболела, отменила съемку. Но рум-туру быть, конечно, вы уже, в принципе, видели все в моей квартире. Но все равно есть какие-то моментики, которые вы до сих пор не знаете. Вот. Тут прикольно что-то хранить, но, если честно, это создает лишь какой-то визуальный шум. Поэтому оно у меня просто стоит. И вот я удобно крашусь в нем. Готовьтесь умиляться. Это мини-принтер. У этого мини-принтера есть приложение, к которому ты подключаешься по блютузу. И потом вводишь любой текст, любую картинку. И можешь распечатать ее на нем. Наклеить куда хочешь. Ну, я использую это для специй и для каких-то там, не знаю, макарон. Она очень качественно выполнена. Прям классно. Не знаю, насколько она стоит прям свои денег. Но кому не жалко, можете потратить. Вчера, кстати, я поднимала тему финансов у себя в сторисе и в телеграм-канале. И рассказывала вам о том, что я открыла себе два счета. И теперь у меня вообще абсолютно другие отношения с деньгами. Я уверена, что очень много людей, особенно сейчас, оказавшись в период кризиса, мечтают создать свой собственный капитал и жить на проценты от этого капитала. Ну, как минимум, я лично к этому и стремлюсь. Причем информации на этот счет в интернете дофига. Но людям почему-то это не помогает. Причин может быть миллион, почему у человека нет капитала. Но основные это отсутствие действий, отсутствие системности и присутствие жадности. Потому что все хотят вот прям вот здесь и сейчас заработать миллионы денег и там все, ничего не делать. Но это так не работает. Капитал создается годами путем регулярных действий. И только кто это осознал, имеет уже что-то. Так что я хочу, чтобы вы в любом возрасте знали, что вам делать с деньгами и к чему вообще стремиться. Поэтому я рекомендую вам посетить бесплатный мастер-класс, который проводит инвестор с 15-летним опытом, живущий на пассивный доход. Его задача номер один — это обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не теряли их под ноль и не лезли в долги, даже когда кажется, что другого варианта просто нет. Задача вторая — это приумножать кратно ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. Также вытекающие моменты, которые будут обсуждаться на мастер-классе — это как вылезти из долгов, даже если это миллионы, как накапливать на крупные покупки, при этом не выжимать себя во всем, как обеспечить финансовую защиту и быть готовым к неприятным моментам в жизни. Причем все это возможно, даже если ваш семейный доход — это 30-40 тысяч рублей в месяц. Ссылка на бесплатный мастер-класс будет в описании этого ролика. Всем рекомендую искренне посетить его и впитать много полезной информации. Следующее — это дозатор для мыла, но у меня его нет, чтобы вам его показать, потому что его покупала моя мама папе в подарок в ванную, но я планирую себе также его приобрести, потому что это суперудобная вещь, и я обязана вам о ней рассказать. Раковина перестает так сильно грязниться, потому что всегда вот у меня, например, остаются такие желтые круги от, не знаю, пасты, которая стоит на раковине, мыльница. Вот, я планирую вообще это все убрать, чтобы все было идеально чисто. Дальше идет органайзер для украшений в таком серо-бархатном цвете, как материальном цвете. Очень удобно, там были разные размеры, я вот заказала, мне прям комфортно хранить свои побрякушки там, чтобы ничего не путалось. Серые салфетки Place Mat'ы идеально вписались в мою кухню, у меня обычно стоит на одном какой-то декор, а на втором я кушаю, потому что я считаю, что просто есть на столешнице, ну это как-то неправильно. Всегда же кто-то подкладывает какие-то салфетки. Это, я не знаю, типа искусственная какой-то кожа, они, видите, такие мягкие, как какие-то такие камушки. О, реально, я вспомнила, что была такая игра с камнем, ладно, неважно. Держатель для бумажных полотенец, у меня находится в шкафу, я его уже дирать не стала. Это очень удобная вещь для салфеток, опять-таки я убрала ее прям в шкаф, кто-то может наклеить на кухню, чтобы прям при готовке использовать, например. Я просто опять-таки живу в небольшой квартире, мне нужно по максимуму экономить пространство, поэтому я решила спрятать этот держатель, чтобы он не стоял просто и не мешался в приготовке. Когда я начала жить в квартире-студии, где твоя кухня, ну, часть комнаты, в которой ты живешь, я поняла, что нужно срочно что-то придумывать и покупать нормальные губки, потому что просто какая-то зеленая губка, которая лежит на раковине, вообще не вписывается в интерьер моей хаты. Так что я купила себе черные губки, это смотрится очень классно, и им гораздо приятнее, на самом деле, мыть посуду, потому что, опять-таки, мы тут все эстет, наверное, но не факт. Но я не остановилась на том, что губка будет просто лежать на раковине, а я купила для нее еще держатель и наклеила внутрь раковины, и теперь этого вообще не видно. Суперудобное хранение, которое не загрязняет пространство, и я еще пыталась найти тряпку черного цвета, но у меня, к сожалению, это так и не получилось, именно хорошую. Я там заказала какие-то тряпки, но я их вообще не рекомендую, поэтому я их не буду показывать. Но мне нужна такая, знаете, вот именно губчатая тряпочка для того, чтобы протирать поверхности, но я все-таки черный так и не смогла обнаружить. Я не знаю, почему они их делают какими-то рыжими, желтыми, типа, зачем такие цвета, почему они здесь делают черными, не знаю, белыми, ну, белыми, конечно, не надо, наверное. Далее это контейнер для яиц. Мне захотелось, опять-таки, свой холодильник сделать более эстетичным, красивым, приятным в использовании, поэтому я заказала себе контейнер для яиц, ну, и не только, кстати, для яиц. Я заказала и других много контейнеров, причем сначала я ими пользовалась и хранила там салат-айсберг, нарывала, еще что-то, но, если честно, спустя 4 месяца я так обленилась в этом плане, что теперь эти контейнера просто все стоят, и я ими вообще не пользуюсь, поэтому, опять-таки, я их не буду советовать, потому что мне кажется, это не супер практично. Вот, в принципе, тех двух ящиков, которые у меня есть в холодильнике, их было предостаточно. Но для яиц прикольный, это лучше, чем вот эти крафтовые вот эти коробки, они мне вообще не нравятся. А, эта штучка красивая. Оставлю вам также артикулы своего карниза и шторки в ванной, потому что они мне очень понравились, и вообще из всего, что я искал, это реально самые стильные и хорошие варианты. Я не стала ставить стеклянную перегородку в ванной, потому что, во-первых, это довольно хорошая сумма денег, а, во-вторых, это постоянно его нужно мыть, потому что иначе это будет выглядеть просто ужасно. У нас когда-то была стеклянная душевая кабина, так вот эти разводы от капелек воды выглядят просто отвратительно. И если каждый раз после принятия души и за ней не ухаживать, то это сказывается на внешнем виде ванной. А я, поскольку довольно ленива в этом плане, я ищу варианты оптимальные для себя. Дальше это набор столовых приборов. Решила заказать себе золото, потому что у меня люстра золотая в квартире, и в целом много перекликается каких-то золотых аспектов. Мне очень понравились эти приборы, их много, и цена-качество соответствует. Это были все товары для дома, и теперь я покажу буквально три продукта, которые вы можете употреблять в пищу. Первое это семена чия, они у меня здесь смешаны с семечками подсолуха, и вот в такой интересной баночке хранятся. Я их просто обычно добавляю в салат, также тыквенные семечки, очень вкусно, мне прям нравятся. Они дополняют ваш прием пищи дополнительными жирами, которые положительно сказываются на волосах, ногтях и вообще особенно женском организме. Присмотрите, чтобы сделать свой салат разнообразнее, например. И также я использую кокосовое масло для готовки, то есть я на нем обычно все жарю. Говорят, что оно выделяет меньше каких-то там консервантов, ля-ля-ля. Я просто верю на слово своей маме, поэтому покупаю кокосовое масло. Дальше это набор резинок, просто обычные коричневые резинки, которые каждый день помогают мне в какой-то моей прическе. Следующая вещь вызывает каждый раз просто миллион вопросов, это мягкие бигуди. Мне их присылали по рекламе еще в инстаграме летом, и лично для моих волос просто создает какую-то нереальную идеальную укладку. Ну, как бы нам уже 18 лет, уже пора думать о здоровье, поэтому покажу вам такие не очень красивые, но очень удобные стельки. Я их начала носить буквально, не знаю, может неделю назад, потому что мне мама их заказала и сказала носить. Они помогают предотвратить плоскостопие, вообще в целом реально вот я в таком шоке, когда я общаюсь с людьми, и у большинства есть плоскостопие. Особенно у тех, кто занимается спортом, вот это все там портится какие-нибудь в коньках постоянно, например. Я просто придерживаюсь такой позиции по жизни, что лучше я буду профилактировать какие-то заболевания, чем ждать моменты, когда мне нужно их лечить. Поэтому я всегда занимаюсь спортом, кушаю полноценно разнообразно, пью воду, вот покупаю такие какие-нибудь штуки, и они мне помогают оберегать себя от каких-то проблем в будущем. На самом деле, я не знаю, есть ли у меня плоскостопие, но мне кажется нет, но я знаю, что у моей мамы есть, поэтому нужно предотвратить многие болезни, они генетические. Как бы ты к чему-то просто склонный, ты к чему-то склонен. Поэтому узнайте у своих родителей, какие у них есть проблемы со здоровьем, и постарайтесь не повторить их судьбу. Вроде ролик о покупках, но и тут мы успеваем затронуть тему здоровья. Ну и следующий аспект, раз уж мы тут все такие здоровенькие, это магниевая соль. Это реально крутая вещь. Во-первых, когда я занимаюсь постоянно тренировками, она мне очень сильно, ванная, ванная с этой солью очень сильно мне помогает восстанавливать мои мышцы. И с них гораздо быстрее спадает крипатура. Она является дополнительным источником магния, снимает напряжение и расслабляет уставшие, жесткие или ноющие мышцы, уменьшает образование тромбов, снимает боль и мышечные спазмы, способствует засыпанию и снижению стресса, ускоряет обменные процессы, успокаивает нервную и пищеварительную системы, облегчает симптомы артрита, экземы, псориазы, помогает вывести токсины из вашего тела. Кажется, что просто какая-то медик в этой баночке, но на самом деле все, что я могу подтвердить, по крайней мере на своем опыте, это то, что снимается вот этот спазм в мышцах и реально ты меньше стрессуешь. Потому что в целом ванная довольно хорошая и успокоительная, но вот магния это вообще необходимый витамин для нашего организма, поэтому присмотритесь. Не могла бы мне показать эту тушь, которой пользуюсь уже достаточно давно и она мне очень нравится. Она хорошо ложится на ресницах, у тебя просто создается открытый взгляд, нету комочков, она их хорошо удлиняет, они смотрятся просто такими верными. Следующее это туфли-стрипы для танцев. Я ходила на хай-хиллз и у меня было тоже много вопросов, откуда мои каблучки. Я в целом сама задавалась этим вопросом, когда начала заниматься танцами. Наша преподавательница, она нам всем оставила ссылки и я просто по рекомендации купила их. Очень удобные, классные, если вы хотите танцевать, развиваться в чем-то новинком, то присмотритесь. Я была реально в шоке, то что на этих каблуках ты не чувствуешь себя на каблуках. Ты на них просто как будто на носочках стоишь, короче, не знаю, в них очень удобно. И следующая такая профессиональная находка из моей деятельности. Я очень долгое время занималась пилоном и в целом планирую возобновить эти занятия. Вот, это магнезия жидкая, это самое лучшее. У нас просто девочки были на тренировках, которые покупали магнезию сами. Там что-то придумали, хоть любую купили. И она потом так плохо оттиралась от пилонов. Поэтому я вам советую беречь инвентарь своей студии и ценить их труд. Next это мой ежедневник, датированный на 2023 год. Я как бы в этом году стала вообще другим человеком. И теперь занимаюсь планированием своей жизни. Очень стильный, очень красивый. Там, правда, сейчас нет в наличии моего оттенка, но есть также розовый, голубенький. Причем в какой-то период они вообще пропадали. Почему-то на Ватбрис я не могла их найти. Но вот перед этим роликом случилось чудо, и я нашла вам артикул. Поэтому запоминайте, приобретайте. Мне очень нравится. Дальше покупки, которые пригодятся в путешествиях и поездках. Это вторая бутылка воды. На самом деле, когда я заказывала эти две бутылки, я была уверена, что выберу одну. Но когда я их увидела, мне так захотелось оставить обе. Эту я храню дома, пью из нее на рабочем столе, а эту планирую таскать с собой на тренировке, может быть, куда-то брать. Далее это таблетница, которая также многим приглянулась в моем инстаграме. Суперудобно. Я ее заказывала специально перед поездкой в Сочи. Влог, кстати, будет на следующей неделе. Может быть, в понедельник, может быть, в среду. Обязательно включайте уведомления на моем канале и смотрите первым этот выпуск. Там очень прикольная подборка моих новинок. И я вам расскажу, откуда вот эта кофта в новом видео. Так что, сори, под этим роликом я вам не отвечу, откуда эта кофта, потому что вы узнаете это в новом ролике. Классный прозрачный контейнерок. Суперудобно. Я разделяю так, что утро, день, вечер. Ну, так что-то дополнительное могу положить. Четвертый. И последний товар, который я забрала буквально перед съемкой этого ролика, это дорожный набор. Очень красивый. Я еще заказала косметичку, но она пока что в пути, поэтому я вам уже оставлю потом в телеграм-канале на нее артикулы, если она мне понравится. Вот. Но пока что приобрела вот такие наборчики. Здесь еще есть наклейки, где написано там лосьон. Короче, все, что вы нальете, вы, чтобы подписали и не забыли, где что лежит. Мне они единственные понравились там со всего выбора, который был на Вайдбуре. Вот. Тут 90 миллилитров и 60 по два флакончика. Они такие мягенькие, то есть их будет удобно складывать, не бояться за них, что они там как-то сломаются, например. Прикольненько. Я им еще не пользовалась, но думаю, это будет суперудобно. Потому что в крайнюю поездку, чтобы вы понимали, я взяла целый гель для умывания, лосьон. Потому что я просто не могла найти никаких контейнера, я не знала, что мне делать. И думаю, все, я обязана купить себе новый набор. Потому что у меня когда-то был, я там что-то потеряла, растеряла, вот. Как-то так. Я надеюсь, вы нашли для себя что-то классное, полезное. Сохранили себе там в корзину. И если что-то будете покупать по моим находкам, то обязательно отмечайте меня у себя в сторис, например. Мне будет очень приятно, я поставлю вам там лайки, например, там напишу, ой, как классно. Вот, я всех замечаю, всех жду в своих соцсетях, жду вас в комментариях под этим роликом. И я всех люблю, целую и крепко-крепко обнимаю. С вами была ваша Полина. Всем до новых встреч. Thank you, мои соседи, что я смогла снять. А еще зацените, что я купила за 40 тысяч рублей. Merci beaucoup, merci beaucoup. Субтитры сделал DimaTorzok